Рачишка, ты чё тут сидишь такой печальный? Да греюсь, блин, Кэф, дома вообще холодно. На газе экономим, деньги на донат нужны. Да не боись, Ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Броня, шторм и офигенные пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всё гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Будет гречо. Что-то Фабарм Престиж напоминает, ебукеньки. Есть такое, капитан Очевидность. Ну, сам понимаешь, очередное креативное решение от Алодусов. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин и капитан Очевидность. Обсуждать сегодня будем новый дробовик Бенели Блэк Игл. Внешне явно наследник Фабарма Престиж. Пушка неоднозначная, спорная. Многие говорят, что так себе, говнецом попахивает. А некоторые утверждают, что это имба. Давайте же мы с вами грамотно, глубоко и надёжно проанализируем данный агрегат. И решим, что же она такое на самом деле. Обращаясь к ТТХ, мы видим, что в общем-то здесь всё в ажуре. Особняком стоит, конечно же, урон больше 700. Тэм вполне годный и позволяет делать 3 выстрела в секунду. Если вам вдруг этого не хватает, стоит убедиться, что руки произрастают из плеч, а не как-то иначе. На бумаге всё, конечно, гладко, но гнёт ли она? Вот. Главный вопрос, капитан Очевидность. Гнёт ли эта пушка в итоге, несмотря на свои ТТХ? И да, друзья, она в целом гнёт. Однако, вопреки вот этому урону больше 700, я не могу сказать, чтобы она как-то фантастически ваншотила. Хотя ваншот есть и вроде как и ничего, и хорошо. Но, скажем, ситуация совсем не как в своё время скиллтек K7, который ваншотил супернадёжно сносил всё и как бы вообще был королём дробовиков. Здесь такого нет. Если хорошо точно стреляешь на небольшой дистанции, ваншот будет почти наверняка за редким случаем. Но поскольку сегодня реалии такие, что часто приходится стрелять где-то, на дистанции уже инженера, да и, честно говоря, мы просто к такому привыкли, то нет, друзья, там ваншотов уже не будет. Они будут только походственным противником, и, соответственно, придётся всё-таки раза два, а то и три стрелять. Если при хорошем попадании точным, то два. Если, как обычно, как я, рукожоп, то, может быть, и три выстрела потребуется. И вы скажете, так как бы зачем? А я скажу вам, ребята, я объясню сейчас, кому эта пушка может понравиться. Есть мнение, что она зайдёт людям, которым понравилась дальнобойность нового, ну, уже не нового, уже как бы, да, не первой свежести, Коброй Страйкера. Как вы помните, до Нерпа эта пушка славилась какими-то просто колоссальными результатами на дистанции. И вот Бенелли Блэк Игл как раз из той же оперы. Она наносит огромнейший урон на дистанции. То есть, если вблизи это, ну, дробовик как дробовик, ну, как бы, ну, ну, ничего, ну, нормально, ну, то ваншотит, то не ваншотит, как и большинство сейчас дробовиков, то на дистанции ты сразу вспоминаешь, оу, да это же Коброй Страйкер Спешл, тот самый. А по конкретике, лучше мурки и Кобры. Ну, хуже, лучше Кэп, это, как бы, вкусовщина. Я скажу вам так, новый Блэк Игл, он не лучший мурки, он не лучший Кобры. Я думаю, что с Коброй, как бы, тут всё понятно, Кобра остаётся топ-1 до сих пор. И ни Блэк Игл, ни мурка, как бы, с ней посоперничать не могут, ну, потому что Кобра это баланс, вы поняли, да? Так что, пожалуй, и Блэк Игл подерётся, там, за какое-нибудь второе место может быть с той же муркой. Это вполне, как бы, да, возможно. Но при всём при этом, при том, что это, может быть, сегодня на дистанции, это самый дамажный дробовик, он обладает одним очень-очень нехорошим, точнее, даже двумя нехорошими недостатками. Применодействие существенные, сука, недостатки неприятные. Первое, это то, что этот дробовик имеет в магазине своём всего лишь 4, сука, 4 патрона. Ни 5, ни 6, ни 7, ни до хрена, как у Кобры, у какого-нибудь Юсаса, а всего лишь 4 патрона. Нет, я понимаю, что у нас есть, например, конечно же, Чапа, вы скажете. Но извините меня, вы видели, с какой скоростью перезаряжается Чапа? И вот тут мы переходим к недостатку номер 2. Дело в том, что Бенели Блэк Игл, это дробовик с дозарядкой. О, скажите, это же на гип, это хорошо, это сладенько. Но, ребятки, нет, нифига подобного. Дело в том, что дозарядка патронов, она медленная. Да, дозарядка здесь небыстрая, поэтому всё равно, вы знаете, с Бенели Блэк Игл играется не шибко-то и комфортно. Вы знаете, что-то между Чапой и каким-то помповым дробовиком. То есть, вроде патроны вылетают быстро, а дозарядка происходит по одному патрону, да ещё и, опять же, небыстро. Ну, как бы, а ну... А теперь вопрос, ребро. Крутить стоит? Ну, знаешь-ка, ну, честно говоря, я бы, наверное, Блэк Игл крутить не стал, друзья. Разработчики, хотите, чтобы пушку брали, покупали, выбивали? Советую сделать ей больше патронов. Ну, ну, дайте пять хотя бы, пусть будет пять патронов. И ускольте дозарядку. Дозарядка должна быть быстренькой, чтобы патрончики залетали только так в магазин. Ну, хотя бы пять патронов и быстрая дозарядка, и будет Гаднателло. Вот. В таком виде, да, пушка классная, да, в принципе, то есть, кто не распробовал, не знаю, ребят. Я вот, человек, который в основном всегда играл медиком, мне зашла, она прикольная, да. Но она не может показать нечто особенное, нечто эксклюзивное, нечто интересное. То есть, ну, это полуавтомат, как Мурка, понимаете? То есть, ну, Мурка, как бы, может, не такая дальнобойная, но там как-то надёжнее, патрончиков всё-таки побольше будет. С Кобрая она не состязается, и, пожалуй, выделяется только, опять же, своей дальнобойностью, вот этой уникальностью, да. Она тут, правда, классная. Но хотя бы один патрон добавить и дозарядку сделать быстрой. И, в принципе, тогда о приобретении этого дробовика точно можно будет задуматься.